Всем здравствуйте, это новости Турция. Если вы открыли подобное видео впервые, я немножко объясню. Меня зовут Галина, я живу в Турции, я просто перевожу на русский язык новости из официальных источников здесь в стране. Если вам очень нравится подобная тема, подписывайтесь на канал. В инфобоксе под видео я оставлю ссылку на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Я не профессиональный журналист, это мой личный блог. Давайте приступим. Новости у нас, конечно же, все в стране последнюю неделю крутятся и вертятся вокруг войны, Израиля и Палестины. Конечно же, очень обостренная обстановка в соцсетях, обсуждение этого, и, конечно же, на улицах страны тоже, но это, кстати, больше всего происходит, конечно же, в онлайн-пространстве, в интернете какие-либо обсуждения. Буквально сейчас, несколько часов назад, министр внутренних дел Хакан Фидан заявил о том, что Турция выступает с предложением вступить в некую коалицию из арабских стран объединения, как быть гарантом ситуации и договоренностей, которые могут быть достигнуты в отношении Палестины и Израиля. То есть не будет существовать Хамас, то будут гаранты из других арабских стран, которые отвечают своей головой за то, что террористических объединений, накаления, обострения конфликтов не будет. Почему важно это отметить? О том, что подобная коалиция, гаранты арабских стран говорят о том, что мы будем как бы защищать и нормализовать ситуацию в Палестине, но при этом мы будем гарантами того, что не будет вот этого террористического режима, самой группировки террористической. Турция тоже отправила гуманитарный груз в Палестину. Это несколько самолетов, которые потом перегрузили в треки огромные, камьоны, большие машины. И они стоят там на границе, как и гуманитарная помощь от многих-многих других государств. В Турции, в Стамбуле, в Ванн-городе, в нескольких других крупных городах происходят, конечно же, пропалестинские митинги встречаются. Люди-сторонники с флагами против, как они говорят, лозунги оккупации Израилем Палестины за людей свободы. То есть здесь стоит разграничивать, что есть политический режим в стране, и назовем так политическая партия, пришедшая к власти, она в многих странах мира признана террористической. И есть мирные жители, то есть разделяют людей, граждан страны, которые страдают, сейчас условно взяты заложники, и сама риторика государства. И поддерживают народ Палестины, людей, которые страдают, беженцев, людей, которые становятся беженцами и так далее. Почему я на этом акцентирую внимание, отдельно вам говорю о том, что в телевизоре все, что у нас в телеканалах идет, я немножко хочу дать пояснение. Здесь у нас сейчас, это, конечно же, пропаганда, и она пропаганда с одной только стороны. Хочется отметить, что в этой войне используется очень много фейков абсолютно с двух сторон, которые позже, естественно, не сразу моментально проверяются, доказываются, что это фейки. И это абсолютно транслируется в телепрограммах, в прямых эфирах, в газетах различных, как с той, так и с другой стороны. Турция, конечно же, очень активно выступает вот этим спикером в этой войне, очень активно акцентируется внимание на этой базе, на этом фоне создать вот эту коалицию арабских стран, мусульман, как в принципе идея, которая политическая последние несколько лет и неслась у нас в политике. К вот этому объединению, восточному миру, восточному пути, объединению, к чему, в принципе, с переговорами с Саудовской Аравией, даже с Египтом и прочим ушел, в принципе. У нас всегда президент последние несколько лет. Сейчас на фоне этого конфликта и объединения, и религиозного, и территориального, к этой идее, скажем так, можно прийти. И поэтому Турция очень активно ведет дискуссии на эту тему, и телевизор, СМИ и газеты не умолкают. Как житель страны, хочу отметить, что очень предвзятое, конечно, отношение. И да, в Турции транслируется только одна сторона Палестины и палестинского народа. Про заявления политиков заявления абсолютно разные были. И представительница, единственная женщина в парламенте и партия, она вообще говорила, очень такую колкую фразу кинула в телеграм-канале новостей, вы могли об этом видеть. Она очень разлетелась здесь по новостям из СМИ о том, что здесь очень много сирийцев, они же арабского происхождения, так вот пусть и едут и воюют на стороне Палестины, защищают народ. Вот. Другая фраза была от других представителей здесь политических о том, что давайте отправим, ведем свои войска вообще, помогать туда, в Палестину, защищать людей, миротворцами. И имеется в виду, как бы порядок какой-то там наводить на какую-то сторону, ставать за миротворцев ведем. И вообще давайте заблокируем, ведем односторонние санкции против Израиля и Америки. Очень интересно, как бы это происходило, потому что Турция член НАТО, и Турция очень, конечно же, торгует очень про сырье, про взаимодействие и сотрудничество с Европой. Это сбыт своих также товаров и торговый путь, но о каких санкциях вообще может быть идти речь. Конечно же, эти заявления более популистские, то, что люди хотят услышать для своих избирателей. Сейчас же о внутренней ситуации, что у нас здесь в стране происходит, что вам, как людям или как иностранцам, или здесь проживающим, может быть интересно. Обсуждается поднятие с 2024 года индексация МРОТа минимальной оплаты труда. На данный момент это 11 400 лир с копейками, потому что я их не буду называть. Планируется сейчас этот разговор. В зависимости от результата года, какая инфляция будет. Из этого есть три направления. У нас будет индексация на 40%, 45% либо 50%. Ну, по минимальной ставке, если 40%, я думаю, что 50% индексируют. Это просто для того, чтобы это было приятно слышать, конечно. Классное обещание, но по факту этого не будет. Так что, если мы берем 40%, то в 2024 году после индексации, скорее всего, минимальная зарплата будет в районе 15 500 турецких лир. С 1 января 2024 года планируют в стране заблокировать мобильные телефоны, на которые в течение года не поступали какие-либо средства связи. То есть телефон не включали, ни смс, ни звонки. То есть не рабочие телефоны. Зачем их будут блокировать? Разблокировать обратных будет возможно. Надо обратиться в госорганы. Зачем это делают? Для блокировки вот этого порта НИЕСИМУ, я особо не сильна в технологиях, ну, короче, вы поняли, да? Тот вот этот номер, порт регистрация, которого в государстве происходит, для того, чтобы их не использовали, незаконно перепрошивая телефоны и уходя от налога в 20 000 лир, который сейчас у нас присутствует. А повышение этого налога за мобильные, заграничные, разблокировку их пока что нет разговоров, но уже были давно еще случаи, что после октября, возможно, будет индексация, и этот налог еще поднимут, увеличат, точно доведут до 1000 долларов. Сейчас он чуть меньше. Но вот это усиление и блокировку этих мобильных, чтобы ими не пользовались их слотами, не перепрошивали нелегально, говорит о вот это ужесточении, о том, что, скорее всего, будет и потребность в этом больше, в перешивании телефона, значит, скорее всего, налог этот будет повышаться. Посмотрим, что будет вот на данный момент, пока новости такие. Если у вас есть лежачий телефон, которым вы не пользуетесь, просто вставьте симку, поступит туда звонок или смс, кабрякнет, и свободно еще год ваш телефон в безопасности. И у нас, наконец-то, парламент утвердил официально новые правила по сдаче и аренде шилья. Эта информация полезна тем, кто будет снимать квартиру или снимает, и тем, кто сдает свою квартиру. Например, иностранцы здесь, в Турции, для неважно кого вообще вы будете это делать. Это касается абсолютно всех, кто занимается сдачей арендой жилья недвижимости. Страфы потому, что для всех. Кстати, за сентябрь месяц выгрузили статистику. Россияне все равно на первом месте в приобретении недвижимости, объектов недвижимости в Турции. И это было больше 700 объектов. 722, насколько я помню. Потому что говорят о том, что очень многие уезжают. В ВНЖ они дают, ну, блин, недвижимость все равно приобретают. Я больше скажу, недвижимость под ВНЖ или недвижимость под паспорта. При вложении денег в золотой паспорт ты получаешь, если ты купил недвижимость, наверное, на 400 и больше тысяч долларов. Про аренду. Сейчас теперь такое правило, что краткосрочная аренда РБНБ, помните, в прошлых выпусках и новостей, считается аренда менее 100 суток. Три месяца. Почему такой расчет? Потому что без визы в стране, без ВНЖ, люди могут находиться, иностранцы, 90 дней. Только из-за этого об этом открыто говорят. То есть долгосрочные контракты полгода и год, это долгосрочная аренда. Все, что меньше 100 дней, это краткосрочная. Чтобы сдавать квартиру, тебе нужно зарегистрироваться, скажем так, получить лицензию в Министерстве туризма. А при регистрации лицензирования, то есть ты будешь платить налоги за сдачу, тебе выдается табличка, которую ты должен повесить на свой дом, возле своей квартиры, о том, что здесь или в этом доме, или в этой квартире происходит краткосрочная аренда жилья, меньше 100 дней. На данный момент неизвестно, какая будет пошлина оплата за эти таблички, которые ты тоже, скажем так, приобретаешь из-за вот этого лицензирования, за то, что госслуги это делают, за это надо будет платить. Финалочка к заявлению о лицензировании, о разрешении от государства на сдачу посуточной, так это здесь называется, недолгосрочной аренды жилья. Ты должен приложить список поименно и поквартирно своих соседей, которые расписываются о том, что они не против. Есть здесь небольшие пояснения о том, что лицензию, скорее всего, разрешат получать на все здание, то есть не отдельно каждая квартира, а придется собрать собрание жильцов, и чтобы все единогласно подписали о том, что они не против, чтобы какие-либо другие соседи здесь сдавали свое жилье. Пока что система не обкатана, но есть мысль, что когда будут в новых домах сейчас стройка идти, что при продаже квартиры у собственников будут брать эту подпись сразу, чтобы потом вот этих собраний не проводить, трудно договариваться, то есть продавая квартиру или вы будете ее покупать, сразу подписываете автоматически там каким-то образом свое согласие, или лицензия условно это уже получено зданием, и вы оповещены о том, что в этом здании квартиры сдаются посуточной, вы просто если не хотите покупать, вы квартиру не покупаете. Если вы не против соседей, которые сдают, то вы подписываетесь, я не против. Вот так ваша подпись условно попадает в эту общую базу соседей, которые не против. Если лицензия была получена одним человеком, собственником квартиры, не на все здание, например, как-то вот так получилось, то при смерти владельца, если его наследники в течение 90 дней не подают повторную лицензию, то она автоматически аннулируется с даты кончины владельца квартиры. Субаренда, пересдача снятой жилья вообще под запретом. Если вы сняли квартиру, вы не имеете права пересдавать ее к кому-либо вообще, только собственник этим занимается. Исключение это только если собственник жилья юридическое лицо, не знаю, компания, там завод, работа, все кто угодно, какое-то юридическое лицо, организация, или арендатор является юридическое лицо и пересдает субаренда своим сотрудникам. Также еще несколько дней назад в Стамбуле на такси, в одном из отелей умер 61-летний дипломат из России, который приезжал здесь на конференцию, на встречу. Вроде бы, кстати, и Лавров тогда тоже приезжал. Почему хочется это отметить? Потому что тело его сразу же забрали на суд медэкспертизу, остановка сердца у него. То есть расследование, конечно, никакого не последовало, но турецкая сторона максимально попыталась взять это под контроль, потому что лицо официально, извините, дипломат из посольств, консульства, знаете, это не просто так. И снять с себя какие-то подозрения, криминалы и всего прочего сразу же взяли судмедэкспертизу, вообще максимально отвести от себя какие-то подозрения, например, или вопросики, чтобы не было никакого дипломатического конфликта. Также на этих днях у нас было несколько серьезных землетрясений, 4,5 балла, 5 баллов. Это был город Полу, это было в Мраморном море, прям рядом со мной. Честно скажу, мы не ощущали этих толчков, возможно, и к счастью. Это было в районе 7 вечера, до этого днем. Но, к сожалению, если мы смотрим карту разломов, то это и есть тут огромный разлом, который проходит из Мраморного моря, идет потом уже у нас сухопутно под землей в сторону, на восток страны. Приятного мало, тревожно, конечно. Одна модель, Мелисса ее зовут, Айденал, она запустила, скажем так, видео, снятое как некий протест за права женщин в Турции. Она прошла по улице в микробелье, если так можно выразиться. Ну, фактически, там было два видео в нижнем белье, просто в неглиже. И до этого, ну, максимально, да, открыто, откровенно. У нее, скажем так, одна женщина, мужчина, в общем, сами жители прохожие, скажем так, накинулись, учили морали, ругались с ней. В общем, получился скандал. Заявление о правах женщин, то есть у нее цитата из этого видео, что я не разрешу что-то мне запрещать, диктовать, на самом деле, как мне одеваться, как мне жить, что мне делать и тому подобное. Вообще, права феминистические-таки за борьбу женщин в Турции, конечно же, нужны, потому что у нас очень сильное домашнее насилие развитое, этому подвергаются женщины и дети. Критика в соцсетях под видео, она была разная. С одной стороны, да, конечно же, любое привлечение внимания к проблеме права женщин очень важно, особенно здесь в Турции, она очень остро стоит. Но с другой стороны, некоторые люди в комментариях отметили, что девушка нарочито привлекает этой благой темой, которую нужно обсуждать. Никто не говорит, что светское общество, конечно же, за это что-то обсуждать нужно. Но сложилось впечатление, что девушка хочет привлечь к себе внимание этой темой, то есть некий самопиар, привлечение к себе внимания, скажем так, к благой цели. Также люди в комментариях говорили о том, что привлекать внимание к правам женщин можно не обязательно раздетой такой формой одежды, а любым другим способом, митингами, протестами, выражением, искусством в том числе и так далее. То есть не обязательно для этого оголяться, в общем. То есть тема-то как бы правильная задета, но прям суперподдержки в обществе однозначной это точно не выявила. Возможно еще есть тема, что это все-таки продолжение сотрясания земли светских и религиозных, как некая провокация была. Скорее всего, не сколько здесь права женщин, а сколько провокация публичная. В провинции там в Мардине была помолвка двух детей восьми и девяти лет. При появлении в соцсетях этой информации управление социальных семейных служб занялись проверкой этой семьи и вообще этой ситуацией, потому что это просто край, это в светском государстве как бы просто невозможно. Напоследок хочу внести немножко пояснение, когда мне говорят в комментариях, люди пишут, почему ты только акцентируешь внимание на плохих новостях, что хорошего тебе нечего рассказать, ты специально это делаешь, ты засланный гонец, ты хочешь компрометировать как-то страну или, живя в стране, надо говорить только о хорошем, ты ее хайш и так далее. Смотрите, я перевожу на другой язык официальные источники новостей здесь в стране. То есть это абсолютно в открытом пространстве, я ничего не придумываю, это раз. Два. Если вы такое пишете или так думаете, это сто процентов говорит о том, что вы никогда не смотрели турецкие новости, например, в телевизор или в газетах, которые есть, потому что позитивного там крайне мало. Турецкий менталитет, турецкие чувства, эмоции, это всегда про переживания, про накал эмоций, поэтому в СМИ попадают самые жесткие, самые интересные и рейтинговые темы, и они, как правило, всегда самые животрепещущие, которые вызывают эмоцию зрителя. Если в новостях будут показывать, как все классно, замечательно и хорошо, никто эти новости не будет смотреть из местных жителей, менталитет такой у людей, у потребителя. И, естественно, телеканалы, чтобы не потерять контракты, рекламу и рейтинги свои просмотры, они пускают такие новости, те, которые люди ждут и хотят видеть, это запрос здесь потребителя. И для того, чтобы вы понимали запрос потребителя, я хочу немножко зачитать статистику, которую выгрузили буквально на днях. Это не селин IQ Турции, статистика по потреблению, что сейчас пять самых основных дум, дилемм и проблем, которые мучают и интересуют здесь граждан. В чем сейчас зациклен интерес потребителя, о чем люди сейчас говорят и интересуются. Первое. Выросшие цены на продукты питания. Второе. Экономический спад в общем стране. Третье. Увеличение цен на недвижимость. Четвертое. Глобальное изменение климата. И пятое. Увеличение постоянных трат и расходов на свою жизнь. Видите, что людей волнует? Экономика. Как им жить, что есть, выживать, где брать деньги на аренду или покупку жилья. Все, что их интересует. Это запрос потребителей. Такие новости в стране. Мне, конечно, бы хотелось, чтобы новостей было гораздо больше позитивных. Но имеем, что имеем. Спасибо вам за внимание. Мне очень приятно, что вы открываете вновь и вновь. Ставите лайки. Пишите, пожалуйста, комментарии. И распространяйте видео в соцсетях. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Там позитивных новостей бывает побольше. Спасибо всем за внимание. Если что, в описании в инфобоксе моя почта есть. Кому нужна психологическая консультация. Напомню, я психолог. То пишите туда. Спасибо за внимание. Всем пока.